Обычная лекция была бы скучной. Решили в управлении по делам молодежи и придумали нечто необычное, чтобы студенты запомнили урок философии, истории, политологии и культуры одновременно. Студенты подготовили материал о культурах разных стран. На мой взгляд, очень актуальная тема, потому что в связи со сложной политической обстановкой во всем мире, наши студенты тоже переживают это все. И сегодня очень, мне кажется, получилось мероприятие, потому что все представленные страны, представленные в хорошем свете, не представленные какими-то политическими противниками, а представленные одним целым нашей планеты. Студенты девяти вузов, техникумов и колледжей Анапы заранее выбрали тему «Культура той или иной страны». Докладчики были обязаны рассказать в своих лекциях, что нового они узнали, что их удивило и в чем прослеживается родство всех традиций и культур народов мира. В первых заведениях девять докладов. Аплодисменты абсолютно справедливо заработал РГСУ. Кроме богатого материала о стране восходящего солнца, студенты исполнили японский танец. Медведева Алина, студентка второго курса медколледжа, после доклада о Норвегии прочла стихи Бориса Афанасьева об этой прекрасной северной стране. Здесь прячутся гномы за ветками леса, И феи порхают в тумане морском, Здесь скалы круты, И обрывы отвесны, И снежные шапки белеют кругом. Сельскохозяйственный техникум, где проходила эта акция, остановил выбор на культуре Индии. Нам понравилась именно Индия, потому что с ним связаны, наверное, воспоминания. Детство, индийские фильмы, танцы. В общем, все самое яркое, и почему-то, нам кажется, происходит в Индии. В прошлом году мы проводили мероприятие, но брали культуры Краснодарского края, те национальности, которые проживают у нас. В этом году решили расширить просто объем. Вы сами понимаете, что ситуация в странах ближнего зарубежья сложная и внутри страны. Поэтому для профилактики экстремизма мы всегда проводим со студентами подобные мероприятия. Студентка первого курса сельскохозяйственного техникума Анна Салапон настолько прониклась обычаями Индии, что специально к этому мероприятию пошила Сари. Мы разные, но мы похожи, и мы должны быть толерантными. Экстремизм заканчивается фашизмом, что недопустимо. Иначе погибнет такая богатая культура Земли. Этот вывод сегодня для себя сделал каждый студент.